Доброе утро. Из Карачаева, Черкесии отправилась очередная группа людей, заключивших контракты с Министерством обороны России. О том, какие планы полагаются гражданам, вестям рассказали в военкомате Черкеска Артур Мхцея подробнее. Очень много думал, потом увидев, что они заходят в нашу территорию, в Курск, обезжают женщин туда-сюда. И вот подумал и написал, хотя бы за счет Родины, чем-нибудь помогу, здесь живу, ничем не помогаю, лучше туда пойду, там что-нибудь сделаю, ну, благое что-то. И таково мнение подавляющего большинства людей, которые только что заключили контракты с Министерством обороны России и через считанные часы должны были отправиться в учебный центр. 12 человек уезжают в учебный центр. Они там будут находиться от 14 до 20 дней, будут проходить подготовку. Потом они будут перенаправлены по частям. Единовременно выплата для заключивших в Карачаево-Черкесии контракт с оборонным ведомством составляет 2 миллиона рублей, в том числе 1 миллион 600 тысяч от главы республики и 400 тысяч федеральная выплата. Денежное довольствие от 210 до 260 тысяч. Надбавки зависят от занимаемой должности. В военкомате рассказали, куда можно обратиться, чтобы поступить на службу по контракту. Необходимо обратиться в любой из наших пунктов. Они находятся в Черкесске, в Адыгихабле, в Прикубанском районе, в Карачаевском, Малокарачаевском районе. В любой из пунктов по месту проживания практически приходят. Там у нас есть инструктора, они обо всем проконсультируют, скажут, какой пакет документов собрать. После этого кандидат приезжает в региональную столицу. Здесь пакет документов перепроверяется. При необходимости собираются дополнительные бумаги. Решение принимается в течение одной недели. Артур Макцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Далее прогноз погоды. А в 9 часов смотрите информационный выпуск на Магайском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова